Следующая глава говорит Баба Зикар Глава об упоминании того, как ученые порицали тех, которые говорили, что вера это лишь слово без дела И о том, как ученые запрещали сидеть с подобными людьми То есть речь идет о мурджиитах, так или нет? То есть о том, что запрещено сидеть с мурджиитами и о том, что ученые порицали их Говорит Каля Абу-Убейд, говорит автор книги Абу-Убейд Аль-Хасим Ибн Салям Аддасана Мухаммад Ибн Касир Нам рассказал Мухаммад Ибн Касир Можете сейчас записать, что в книге Тахрибу Тахзиб Хафиза Ибн Хаджира Пять человек с таким именем Мухаммад Ибн Касир И все они являются слабыми, кроме одного В книге Тахрибу Тахзиб Хафиза Ибн Хаджира, пять человек под именем Мухаммад Ибн Касир И все они являются слабыми, кроме одного А это Мухаммад Ибн Касир Аль-Абди Который Аль-Абди Это крепкий передатчик, остальные все слабые Тахрибу Тахзиб Мухаммад Ибн Касир передает от Аль-Абди Ибн Касир Вот Яхи Ибн Аль-Абди Амра Аль-Саидани Который сказал Казал Хузейф Ибн Аль-Яман Я знаю людей из двух религий Я знаю людей из двух религий Аль-Азейникад Ди-Ин Эйн Людей тех двух религий Синнар Которые оба будут в огне То есть оба или обе эти религии будут в огне Коумния Каулюн Народ, который говорит Аль-Яману Каулюн И вера это слово Даже если человек совершает прелюбодяне И даже если ворует То есть имеется ввиду, что его вере это не вредит Потому что вера это слово А большие грехи не вредят вере Здесь имеется ввиду мурджииты Коумния Каулюн А также другая группа людей, которые говорят Что это за пять намазов? Всего существует только лишь два намаза Это является чем? Является неверием Говорит то, что нет пять намазов Есть только два намаза И затем Вазейфа Ибн Эйман Упомянул намаз Магреб Или же Иша А также намаз Аль-Саджир То есть была такая группа, которая говорила Что существует в исламе только два намаза Либо Магреб и Иша плюс Фаджир Либо Магреб и Фаджир, либо Иша и Фаджир И это сообщение от Хазейфа Ибн Эйман является слабым Так как Яхья Ибн Аби Амр Ас-Саджир Когда передает от подвижников Его передача Мурсаль Его передача Мурсаль То есть пропущена цепочка Так кто-то пропущен в этой цепочке Говорит От Яхья Ибн Аби Амр Ас-Сайбани От Хумейда Аль-Микраи От Хазейфа От Хазейфа Ибн Эймана Кара на хадис Хазейфа Газа вакадхарана ляжья Лихуддите спада Кара на хадис Хазейфа То есть пришел с чем? С мутаба То есть есть второй иснад у этого сообщения Который является как мутаба Или мукарана, раньше говорили так То есть поддержка этому иснаду Поддержка первому иснаду Со слов Хазейфа Ибн Аль-Ямана И Хазейфа Ибн Аль-Яман И Хазейфа Ибн Аль-Яман Сравнил Мазгаб Мурджитов С теми, которые говорят Что намазов только два Обязали колоссафовам Ибн Амара Айдан И этим же самым Описал их Ибн Амар И этим же самым Описал их Ибн Амар Говорит Абу Абубейд Абубейд Аль-Кашим Ибн Ас-Салям Отдаст на Али Ибн Ас-Сайбет Аль-Джазари Нам рассказал Али Ибн Ас-Сайбет Аль-Джазари От Ибн Абилейля То есть Абдурахман Ибн Абилейля От Нафиа Это кто? Вольноотпущенник Ибн Амара От Ибн Амара То, что Ибн Амар сказал Сумсан Лей Салям Фили Салями Насибун Две группы людей Не имеют доли в исламе Аль-Мурджиа Валь-Кадари То есть это таксир Не имеют доли в исламе Такой фразой выражают таксир То есть обвинение в невере Этих двух групп А это мурджииты и хадариты И это сообщение от Ибн Амара Является недостоверным Игорь Снади Нам искали Абдурахмана ошибка Так не Абдурахман Мухаммад Мухаммад Ибн Абилейля Который является слабым передатчиком Который является слабым передатчиком Значит Асар о том, что Ибн Амар Назвал мурджиитов, а также хадаритов Теми Кому нет доли в исламе Является слабым Говорит дальше Нам рассказал Абу Аббейт Который, который передает эту книгу Абдурахман нам рассказал Ардур-Рахман ибн Махди от Суфьяна от Салама ибн Кухейла, который сказал Иджтама Аббахаку, Майсара, Аббул-Бухтари Однажды собрались вместе Аббахак, А также Майсара, А также Аббул-Бухтари. Почем, и сошлись на единогласное мнение о том, что то, что свидетельство является нововведением и то, что мурджиизм также является нововведением а также отречение является нововведением Этот Иснат является достоверным Абдурахман ибн Махди передает Асуфьяна Асауринам. Что такое Шагадатубидар? Свидетельство является нововведением имеется в виду либо свидетельство за кого-либо из верующих о том, что он в раю не попадая в огонь и, как мы упоминали, запрещено свидетельствовать относительно какого-либо конкретно человека, который выявлял веру внешне о том, что этот человек в раю потому что неизвестно, возможно, он был сердцем и нафигом или, возможно, он попадет в рай, но вначале попадет в огонь и тому подобное. Либо же под свидетельством здесь имеется в виду свидетельство Хавариджи против тех, которые совершали большие грехи то, что эти люди будут в огне то, что эти люди будут в огне и никогда не выйдут из него оба этих свидетельства являются нововведением Свидетельство Хавара то, что он будет в огне, если точно известно что он умер на неверии и до него дошел довод из Курана и Сунны, тогда нет проблем свидетельствовать за неверующего о том, что он в огне и когда имамы в своих книгах говорят о том, что мы не свидетельствуем ни за кого из людей этой киблы, то есть из мусульман огнем или раем это касается только тех, которые проявляли ислам а что касается тех, которые были неверующими в основе в основе являются неверующим никогда не принимал ислам или вышел из ислама стал муртаддом и точно известно, что до него дошел довод то за этого человека свидетельствуется за то, что он в огне за то, что он находится в огне говорит Хавариджи и ученые имели в виду только таково мусульман, что нельзя свидетельствовать раем или огнем имеется в виду относительно мусульман то что мурдзиизм является нововведением это ясно что такое под вара, под отречением и то, что отречение является нововведением под отречением имеется в виду слова рафидитов которые говорили что невозможно проявлять любовь и дружбу к семейству пророка Мухаммада, кроме как посредством отречения от Абу Бакра и Умара. То есть они говорили, если человек не отрекается от Абу Бакра и Умара, он не может быть из тех, которые дружат и любят семейства пророка, вот это имеется ввиду здесь под Аль-Бара, под отречением, что такое шахада беда, свидетельство является нововведением, аллергия беда, мурджизм является нововведением и Аль-Бара, что отречение является нововведением. Ясно, что такое свидетельство и что такое отречение. Дальше говорит, дальше рассказывает, нам рассказал Мухаммад ибн Кафир от Аля-Узаи, от имама Зухри, то, что Аз-Зухри сказал, говорит имам Аз-Зухри, не было в исламе придумано нововведение, которое бы обольщало своих последователей больше, чем мурджизм. Почему? Потому что и в гурур, в мурджизме есть обольщение. То, что человек может не делать никаких дел, и его вера полна и абсолютно совершенно равна вере ангелов и пророков. И также обольщение в чем? Потому что если человек совершает большие грехи, какие бы большие грехи он не совершал, это не вредит полноценности его веры. В этом есть гурур, то есть обольщение. И в некоторых реваятах этого хадиса пришло вместо Агар пришло Абар. Абар, то есть нет нововведения в исламе более вредоносного. Не обольщаемого, а какого? Вредоносного. И в любом случае это сообщение является слабым. Это сообщение является слабым, недосоверным. Потому что Мухаммад ибн Касир, здесь кто? Мухаммад ибн Касир ибн Ата Ас-Шахати Ас-Сан-Ани. Тот, который много ошибался и к тому же является модаллицем. Тот, который делал подлиц и здесь не заявил явно, что он слышал этот хадис от Аль-Ауза'и или эту историю от Аль-Ауза'и. Дальше говорит Абу-Аубейд, аль-Хасим ибн Ас-Салям, хадасана Исмаил ибн Ибрагим. Рассказал нам Исмаил ибн Ибрагим, то есть Ибн Улия. Этого передатчика иногда называют Исмаил ибн Улия, приписывая его к его матери Улия. А иногда приписывая его к его отцу Ибрагим. Исмаил ибн Ибрагим. И он не любил, когда его приписывали к матери. Но иногда его приписывали к матери для того, чтобы различить от остальных Исмаил ибн Ибрагимов. То есть он был известен приписыванием к матери. Говорит, рассказал нам Исмаил ибн Ибрагим от Махди ибн Маймуна, от Аль-Валида ибн Муслима. Сказал, дакал ахулян, ва кадсаммау Исмаил. Однажды зашел в такой-то, однажды зашел в помещение такой-то. То есть один из мурджиитов, имею в виду один из мурджиитов. Кадсаммау Исмаил, говорит, назвал его имя Исмаил ибн Ибрагим, назвал его имя. Но я оставил название его имени, то есть не хочу называть имя этого человека. Куда он зашел, в какое помещение? Имеется в виду зашел из мурджиит, к подвижнику, джундубу ибн Абдилла аль-Баджали. И задал ему вопрос об одном из аятов Курана. И сказал джундуб ибн Абдилла аль-Баджали, то есть запретил ему с ним сидеть. Или тому подобное. Это слова кого? Джундуб ибн Абдилла аль-Баджали. И этот Иснат является слабым. Потому что Аль-Валид ибн Муслим между ними и между сподвижниками как минимум двое пропущено, так или нет. И он не мог знать об этой истории, кроме как рассказали ему как минимум двое. Соответственно, этот Иснат является Муабаль. Муабаль тот, в котором пропущено как минимум двое подряд. Как минимум двое подряд. Поэтому он является слабым. Сказал Абу-Убейд. Сказал Абу-Убейд. Рассказал нам Исмаил ибн Ибрахим. Тоже кто ибн Уалия. Вот Ай-Юба. Ай-Юб Асахсяни. Аль, который сказал. Сказал мне Саид ибн Ужбейр. Сказал мне Саид ибн Ужбейр. Так что я не задавал ему никаких вопросов и не упоминал ему ни о чем. Он сам по себе, то есть сказал мне. Не садись вместе с таким-то. И назвал мне его имя. То есть назвав одного из мурджиитов. И сказал. Потому что он придерживался таких-то взглядов. Имеется ввиду взглядов мурджиитов. На этом закончились Асары, которые привел Абу-Убейд Аль-Касим ибн Усалям. И говорит в хадисах относительно того, что нужно сторониться людей на вовведение множество. Но мы, говорит, привели в наши книги или хотели привести в наши книги только те Асары, которые касаются именно общения с мурджиитами. И на этом мнении, то есть необходимости сторониться мурджиитов были Суфьяна Саури, а также Аляузаи, а также имам Малик ибн Уанас. И имам Малик ибн Уанас. А также те, которые пришли после них из людей знания и людей сунны. Которые были светильниками этой земли и были имамами этого знания. Они жутко относились к любым нововведенцам и считали то, что вера это слово и дело. Значит те Асары, которые привел автор книги, некоторые из них являются слабыми, некоторые являются достоверными. Так и большинство из того, что привел автор, является слабым. Но достаточно того, что сам автор книги свидетельствует за различных имамов его времени и тех, которые жили до него. О том, что они дурно относились к различным нововведенцам в общем и к мурджиитам частным. Потому что имам жил в те времена и лучше знает о том, как имамы относились к тем или иным людям. Саид. Говорит следующая глава. Бабль Хуруди Миналь Ина Нибель Маасы. Глава о том, что человек выходит из веры за большие грехи. За большие грехи. И что означает, что он выходит из веры? И означает ли это, что он становится неверующим? И эта глава полезная. Эта глава является довольно таки полезной. И сегодня прочитаем. Говорит Каля Абу Абейд. Говорит автор книги. Что касается тех хадисов, в которых приходит упоминание различных грехов и преступлений. Саидн аль асар. Жад биттаглиз аля арбати ануа. То асары, то есть имеется ввиду хадисы, относительно различных грехов и относительно различных преступлений, пришли к нам в четырех видах. То есть всего из четыре вида хадисов, в которых приходит упоминание грехов и преступлений. Первые две группы это следующие. В первой группе приходит о том, что кто совершит такой-то грех, тот не является верующим. Или нет веры у того, кто совершит такой-то грех. Это что? Нафель имана. Отрисание веры от того, кто совершит такой-то грех. Вторая группа. Приходит. 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 Кто сделает так, тот не имеет к нам отношения. То есть пророк говорит, кто совершит то-то, то я не причастен к нему, или он не причастен ко мне, или не имеет к нам отношения и тому подобное. Валь-Ахаран и две другие группы. В нем приходит упоминание, или точнее, что называние того, кто совершил большой грех неверующим или многобожникам. То есть кто совершил так-то, стал неверующим. Не становитесь неверующим после меня, совершая то-то. Кто сделал так-то, то это многобожие и тому подобное. Это последние два вида. В первом упоминание неверия, во втором упоминание чего? Многобожие. Значит, всего относительно грехов и преступлений пришло четыре вида хадисов. Первый говорит, кто сделает так-то, тот не является верующим, отрицается от него вера. Второй, кто сделает так-то, тот не причастен к нам и не имеет к нам отношения. То есть пророку салавалу алей-салям. Третий, кто сделает так-то, тот стал неверующим. Четвертый, кто сделает так-то, тот стал многобожиим. Или такое-то дело является многобожиим и тому подобное. И каждый из этих четырех видов собирает под собой целую группу хадисов. То есть можно привести сразу по несколько хадисов в каждой из этих четырех групп. Говорит Саминан-Нова, что касается первого вида, в котором приходит отрицание веры от человека, из этого можно привести хадисы. Хадис им-н-наби, салаллаху алей-салям. Хадис пророка, салаллаху алей-салям. Не бывает так, что прелюбодей совершает прелюбодеяние, и в то время, как он совершает прелюбодеяние, чтобы он был верующим. И кто бы ни воровал, не является верующим в то время, как он ворует. То есть этот хадис является достоверным приходом у Бухари и муслима, со слов Абу-Уриры, и только лишь у одного Бухари со слов Ибн-Аббаса. И пришло у Бухари со слов Ибн-Аббаса добавка, и не является верующим тот, который убивает в то время, как убивает. То есть кого-то по несправедливости. И также пришел такой же хадис или подобный хадис со слов Аиши и со слов Абдулла ибн-Аббаса. Но последний хадис является недостоверным. И последний хадис является недостоверным. Также от других подвижников пришли подобные хадисы. И пришел Тафир Ибн-Аббаса относительно этого хадиса, где он сказал Вера поднимается от такого человека, подобно чему в тени. То есть встает над ним, как какой-то материал, который укрывает этого человека в тени. Поднимается от него вера, в то время как он совершает большой грех. А когда человек заканчивает совершать это преступление, как, например, убийство или воровство и так далее, то возвращается вера к нему. К нему вера обратно возвращается. Такой Тафир Ибн-Аббаса пришел относительно этого хадиса. Сейчас просто будем читать хадисы, которые пришли каждым из четырех видов. А затем уже будет читать слова автора книги, которые будут разъяснять, что эти хадисы означают и как их нужно правильно понимать. Говорит, а также слова пророка Тот, сосед которого не находится в безопасности от зла человека, этот человек не является верующим. Не является верующим тот, сосед которого не находится в безопасности от него. Пришло Гала-Иль, пришло Бала-Иль, пришло в некоторых сеснадах Бала-Иль-Кагу вместо Гала-Иль-Агу, то есть Шар-Рагу, от его зла. Если сосед твой не находится в безопасности от своего зла, то ты не являешься верующим. То есть этот хадис является достоверным. Хадис является достоверным и приходит различными словами. Это говорит. А так же слова пророка Аль-Иману Кайдул-Фатак Ла Ястакумуумин Фатак, заточить из себя аль-Фатак, это аль-Гадр Аль-Гадр, то есть предательство Аль-Гадр, то есть предательство Говорит Аль-Иману Кайдул-Фатак То есть вера, это то, что сдерживает человека от предательства Сдерживает человека от предательства. То есть верующий человек не является предателем, не предает других. То есть все эти хадисы, что их объединяет? Что скажет? Что объединяет все эти хадисы? То, что отрицается вера от того, кто совершит какой-либо из больших грехов. Говорит дальше. А также слова пророка. Это хадис о том, что верующий не предает. И то, что вера сдерживает человека от предательства, является хорошим из-за поддерживающих его цепочек. Как сказал об этом шейх Абдул-Хаммед Аль-Хаджури здесь сновки к этой книге. А также слова пророка. Никто из тех, кто верует в Аллаха и посланника, не будет ненавидеть антаров. Понимается из этого хадиса что? Что тот, кто ненавидит антаров, не является верующим в Аллаха и в его посланника. Этот хадис приходит у имама Муслима со слов Абу-Урриры, а также со слов Абу-Саида. И пришел также со слов имена Аббаса у имама Тирмзи Ахмада. Его назвал через мухбель достоверно. В нем приходит То есть в некоторых ребятах приходит, а если кто-то возненавидит антаров, то возненавидит его самого Аллаха и его посланник. Клянусь тем, в чьей главе находится моя душа, вы не уверуете, пока не полюбите друг друга. А потом сказал, а знаете ли как, что нужно сделать, чтобы вы полюбили друг друга, сказали Абшу Салям Абейнукум. Пророк сказал, распространяйте между вами, Салям, нам. Этот хадис приходит у имама Муслима со слов Абу-Урриры, являются достоверными. Отсюда что получается? Что если верующие не любят друг друга, то они не являются верующими. Показали как хауль Абибак Расадзит, разъяллаху амху. И также приходит относительно этого слова Абу-Бак Расадзита, где он сказал Иякум Вальказик. Ни в коем случае не лгите. Саин нау юзьяни в аль-иман. Потому что ложь сторонница веры. Имеется в виду ложь на одной стороне, вера на другой стороне. И эти две вещи находятся в стороне друг от друга. Это сообщение от Абу-Бак Расадзита является достоверным. Сообщение от Абу-Бак Расадзита является достоверным. Что касается слова пророка, то это неправильно. Это слова кого? Абу-Бак Расадзита. А также слово Абу-Бак Расадзита, где он сказал Нет веры у того, кому нельзя. То есть тот, кто не обладает доверием, нет у него веры. То есть это сообщение от Абу-Бак Расадзита является слабым. Является слабым. Потому что Абу-Бак Расадзита ничего не слышал от Абу-Бак Расадзита. И именно он передает это сообщение от Абу-Бак Расадзита. Говорит Абу-Бак Расадзита, а также слово Саада Ибн Абби Аль-Вак-Каса. Говорит Саада Ибн Абби Аль-Вак-Кас. Любое качество характера может привыкнуть к нему верующий. Хилляль. Аль-Хилляль здесь имеется в виду нравственное качество. Или качество характера. Или любое дело. Так, Хуллю-Хилляль. Любое качество характера. Ясбау Алиха Аль-Му'мин. Ясбау. То есть имеется в виду Ята'авваду. Может привыкнуть к нему верующий. То есть может начать его совершать. И затем начать совершать его постоянно. Привыкнуть к этому делу начать его совершать. Любое дурное имеется в виду. Любое дурное дело. Верующий может к нему привыкнуть. И начать совершать его постоянно. Или Лахияна только ли. Кроме предательства и лжи. То есть отсюда получается, что тот, который верует, не будет заниматься постоянно предательством, а также ложью. Это сообщение является достоверным от Саада Ибн Абби Абби Акаса. Что касается от Пророка, Салава Аллаху, то оно недостоверно. Говорит у каулю Ибн Аумара, а также слова Ибн Аумара. Ла яблогу ахадун хатесатал иман, хатта яда альмира, ва инкану махеткан. Саид. Ни один человек не достигнет полноценности веры, пока не оставит спор, даже если он является правдивым. Или является правым в этом споре. Уяда альмизаха ильказик. И пока он не оставит шутку во время лжи. Или пока не оставит, что? Ложь в шутку. То есть, когда лжет, шутит. Пока это не оставит, не достигнет полноценности веры. И этот хадиш или эти слова, на самом деле, не слова Ибн Аумара, но передаются от самого Румара Ибн Аттаба с Иснадом, который является слабым. Который является слабым. И подобное же передается от Абу Гурейры, как мы передавали это или читали это в начале книги. Но Иснад этого прерванный, потому что Макхуль ничего не слышал от Абу Гурейры. И сказал шейх Албани, как у нас здесь приведено, Я не знаю, чтобы это сообщение приходилось от слова Ибн Аумара. Вот это вот что? Хадисы, которые касаются первой группы хадисов, в которых упоминаются большие грехи. Здесь мы перечислили разные грехи, такие как прелюбодеяние, так же воровство, так же убийство, так же зло, которое человек причиняет своим соседям, так же предательство и ненависть к консарам, и так же отсутствие любви между верующими, и так же запрет лжи, и запрет того, чтобы человеку нельзя было доверять. То есть если человек не доверяет, сказано, что нет у него веры, а так же ложь, шутку и тому подобное. Все эти вещи, относительно этих хадисов пришло, что кто описывается этими вещами, то, что у того нет веры, так сказано, у того нет веры. Некоторые из этих хадисов зацеверны, некоторые из них слабы. Говорит «Оминан-нау-Аль-Лазифихи, Альбара», а из вида, в котором приходит отречение, отречение от пророка, саллаллаху алисаалам, за какие-либо большие грехи, Савулин НАБИ, саллаллаху алисаалам, то, например, слова пророка, саллаллаху алисалам, тот, который обманывает нас, тот не из нас. Поэтому из некоторых ребятов пришло «Мангаш», кто обманывает фалейсаминна, тот не из нас. И относительно этого хадиста есть история, как пророк, саллаллаху алисаалам, Он пошел на рынок и покупал финики. И наверху стояли хорошие финики, но когда пророк сусом опустил руку в сосуд и увидел, что снизу финики сырые, то есть намочены дождем. И сказал, что это? Вот такой-то. Почему так продаешь? То есть плохое оставляешь снизу, а наверх ставишь хорошее, чтобы люди купили и обманулись. Он сказал, что? Алфабат мульматар, то есть дождь постиг мой товар. То есть я не виноват, это дождь был. И пророк сказал, что он сказал, что он обманывает, тот не из нас. Славик. Этот хадис приводит имам мусульм со словом Абу-Гуриды. Воказали ка хаулеву, а также слова пророка, салаллаху алию салям, лей саминна манхаммал ассилаха алейна. Не из нас тот, который поднял на нас оружие. Который поднял на нас оружие. Этот хадис за саверной приходит от Абу-Мусы Аль-Ашари, у Бухарии мусульма, а также шахлов Ибн Умра, у Бухарии мусульма, у Бухарии мусульма и у других, и от других. То есть тот, который поднял на нас оружие, лей саминна, тот не из нас. Это что такое? Аль-Бараа, так или нет? Отречение. Сказал, тот, который обманывает нас, тот не из нас. Кто поднимает на нас оружие, тот не из нас. Но казали ка хаулеву, а также слова пророка, салаллаху алию салям, лей саминна манлам ярхам сажирана. Не из нас тот, который не милует маленьких из нас. То есть который не милует детей, детей мусульман. Этот хадис является достоверным. Является достоверным, у него есть продолжение. У него есть продолжение, но некоторые части этого хадиса являются хлабами. Но вот эта часть является достоверной. Суть в том, что тот, который не милует детей, пророк сказал, что лей саминна, тот не из нас. И другие вещи, которые перечислены в этой форме, то есть кто делает так, тот не из нас, кто делает так, тот не имеет с нам отношений и тому подобное. И дальше, как мы уже сказали, автор книги будет разъяснять, что имеется в виду не из нас и что имеется в виду не имеет с нам отношения. А из третьего вида, в котором указано, что кто совершил такое-то, тот является неверующим или проявил неверие и так далее. Это слова пророка, однажды, когда пошел дождь, пророк сказал, знаете ли вы, что сказал ваш Господь? То есть после этого дождя, кто-то из моих рабов стал верующим, а кто-то стал неверующим. Что касается того, кто говорит, тот из людей, который сказал, к нам пришел из-за такой-то звезды, тот стал неверующим в меня, то есть неверующим в Аллаха и стал верующим в эту звезду. А тот, кто говорит, это пропитание от Всевышнего Аллаха и его милость, тот стал верующим в меня и неверующим в звезду. Что касается первой части, кто сказал, что дождь пошел из-за дождя и так далее, в нем есть толстыль. Если человек имеет убеждение, что сама звезда не спосылает дождь к небес, и Аллах по-натали не имеет к этому отношения, тогда это является большим куфром, большим неверием, чем в Рубубе. Что касается, если человек имеет убеждение, что дождь не спосылает Всевышнего Аллаха по-натали, но звезда является причиной этого дождя, то это является малым неверием. Этот хадис приходит у Бухари и Муслима, со слов Халида ибн Зайда аль-Джухани. И также пришло со слов Абу-Грир и у Муслима, и со слов Ибн Аббаса, также имама Муслима. Это, иншаллах, ясно. Не возвращайтесь после меня неверующими, имеется в виду, не становитесь после меня неверующими. Я врибу балдукум, рикабабал, так что одни из вас, что рубят головы другим. Здесь указывается на то, что сражение с верующими является чем? Возвращением неверия, так или нет, имеется в виду неверием, имеется в виду невериям. Что имеется в виду под неверием, дальше придет в разъяснении автора книги. Тайп, этот хадис, тоже Мутафа Халей, тоже приходит у Бухари и Муслима, со слов Джарирас. Дальше, у Аббаса, также слова пророка, салаллаху аль-Джуханам, «Манкаля ли сахиди и кафирун, кто скажет своему товарищу или своему другу, «Ты неверующий, фа-кадба абьи ахадуума», то это слово, то есть неверующий, упадет на одного из двух. То есть, если этот друг действительно является неверующим, тогда это слово упадет на него. А если он действительно верующим не является, тогда это слово упадет на того, кто назвал неверующим своего друга. Поэтому этот хадис приходит у Бухари и Муслима, что и является доставерным словом Идмамара. И разъяснение этого хадиса, ученые разногласия в разъяснении этого хадиса. И будем что читать, слова автора относительно этого. «Ва кавлюху, а также слова пророка, саллаллаху алиху асалям, «Ман ата сахиран ау кахинан, фасадзакаву би маяхуль», «Кто придет к колдуну или придет к предсказателю и поверит в то, что он сказал, «Ау ата хаидан аумраа кидубурига», или «Совершит в половах женщины, у которой менструация», или «Совершит в половах женщины в задний проход», «Факат бариа мимма ан узеля аля Мухаммадин, саллаллаху алиху асалям». Тот не причастен к тому, что было нескольizable на Мухаммаду саллаллаху алиху асалям. «Ау кафар бима ан зеля аля Мухаммадин саллаллаху алиху асалям». Или проявил неверие в то, что было нескольrency на Мухаммаду саллаллаху алиху асалям. И также слова Абдулла ибн Мас'уда, а также слова Абдулла ибн Мас'уда из этой же главы. Кибабу льмуминит фусокун лакиталю куфрун. Ругать верующего или порочить его является фусок, является нечестим. Лакиталю куфрун, отражаться с ним является неверием. Хадис от пророка, это не только слова Абдулла ибн Мас'уда, но это хадис пророка, так приходит у Бухарии мусульма со слов Абдулла ибн Мас'уда. Поэтому говорит автор, А некоторые передачники поднимают этот хадис до пророка, и он действительно является хадисом от посланника Аллаха. Это хадисы, которые были перечислены относительно третьей группы. То есть такие деяния, совершающие которые человек, называются каким неверующим в этих хадисах. А что касается таких хадисов, в которых упоминаются определенные дела, и тот, который делает эти дела, называется многобожником, или само это дело называется многобожием, то, например, это слова пророка, где он сказал, Самое опасное, чего я боюсь для своей общины, это малое многобожие. Тогда было сказано, о посланник Аллаха, что такое малое многобожие, Он сказал, это Аррия, то есть показуха нам. Сказал, это показуха. А также слова пророка, саллаллаху алейху салям, Суеверие является многобожием. Суеверие является многобожием, и нет из нас никого, кроме. Это уже слова кого? Слова Абдулла 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 Абдулла, но не слова самого пророка, саллаллаху алейху салям. То есть, афеерату ширкун, Суеверие является многобожием, и нет из нас никого, кроме, имеется в виду, нет из нас никого, кроме как его постигает что-то из Суеверия. Есть каких-то дурных мыслей, сердце. Суеверие, когда человек выходит на улицу, и видит, что птицы полетели туда-то, говорит, а сегодня мне не нужно идти на работу, может быть что-то плохое. Или вышел на улицу, и, допустим, ворон скликнул, гаркнул. Он посмотрел, сказал, так, сегодня плохо дело, лучше на улицу не выходить. Или человек идет, и там, допустим, кошка пробежала, и тому подобное. Или сел в такси, номер которого заканчивается на 13, и говорит, нет, нет, ты давай дальше езь, я лучше другого таксиста поймаю. И тому подобное. Все это является чем? Суеверие. Говорит, и нет из нас никого, кроме как его сердце, постигает что-то из Суеверия, но Всевышний Аллах, спонтанно, удаляет это чем? Упованием на Всевышнего Аллаха. И, как мы сказали, это не слова пророка, саллаллаху асам, последней. Это не слова посланника Аллаха, саллаллаху асам. А также слова Абдулла ибнума Сруда. Относить на чего? Тамаим. Тамаим это множество слова Тамима. Тамима это то, что человек подвешивает тебе на шею, так, или на руку, например, для того, чтобы эта вещь защищала его от глаза, или от чего-то дурного, и тому подобное. Как это называется сегодня? А? Тумар? У вас тумар называется? А? Амулет. Амулет нам. Это называется амулет. Поехали. У астиволя, а также астиволя. Астиволя это что? Запишите у себя. Это один из видов, чего сихра? Один из видов солдатства, который связан, который связан с отношениями мужчины и женщины. То есть, либо что сводят мужчину и женщину, либо наоборот, что заставляет их поториться и разойтись, и тому подобное. Это астиволя. Один из видов многобожья. Аль-Атфоскарф нам. Аль-Атфоскарф. Атф, когда мужчина и женщина, как называется, сближаются, так или нет. То есть, были в розни, например, ссори, и затем подружились. Сарф, наоборот, поторились после того, как были в дружбе. Это называется, что... Один из видов колдовства. То есть, человек колдует для того, чтобы привести к этому результату. Сказал Абдулла ибн Масрут, «Инна амин ашширх». Сказал, «Это является одним из видов многобожьих» или «одним из многобожьих». Говорит шейх Абдул-Хамид аль-Хаджури в Сноске, что хадис этот является хорошим. Или, точнее, асар этот является хорошим. Вакавли ибн Аббас, а также слова ибн Аббаса, «Инна лхома юширикуна бикальбихим». Люди иногда совершают многобожие посредством своих собак. Яхулюна, они говорят, «Кальбуна яхрусуна, наша собака охраняет нас. Валюля кальбуна ла сурисна». «Если бы не наша собака, то нас бы обворовали». То есть, приписывает это благо кому? Собаке. Говорит, «Если бы не собака, нас бы обворовали». Вместо того, чтобы говорить, «Севышний Аллах Смонаталя защитил нас от того, чтобы нас воровали». Говорит, совершает многобожие. Вот это вот хадисы, которые касаются или были приведены под каждым из четырех видов. Да, но этот хадис является что? Последний, который приводили, является очень слабым. Да, ифундидден. Является очень слабым. Сайт. «В его иснаде Шабиб ибнубишах». Относительно него имам Аль-Бухари сказал «Мункарун хадис». Это человек, хадисы которого отвергаются. Хадисы которого отвергаются. Сайт. Это были хадисы, которые приведены под каждым из четырех видов. И что они означают? Иншаллах будем читать слова автора завтра. Савханакаллаху мадахамдик. Ашаду Аллаху иллянта. Сахару Аллаху иллянта. Сахару Аллаху иллянта. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...